Работа на благо людей – нелёгкий труд. Им нельзя расслабляться ни на секунду. Здесь важна любая деталь, ведь от этого может зависеть чья-то жизнь. В Севастопольском центре культуры и искусств собрались медицинские работники. Среди этих людей есть те, кто посвятил всю жизнь спасению людей. Владимир Курилов 45 лет работает в травматологии. Его вид деятельности – один из самых востребованных. Отделение проводит больше 2000 операций в год. Работа наша, само собой, очень интересная и тяжёлая. Почему? Потому что основная масса людей, которые получают травмы, их много, хотят быстро встать на ноги. Мы освоили все современные методики оперативного лечения любых травм и переломов любых сегментов тела человека. На самом современном уровне мы владеем всеми оперативными методиками, которые проводятся в мире. За последние годы здравоохранение Севастополя сделало большой шаг вперёд, отметил директор департамента здравоохранения Антон Бахлыков. Повышается качество обслуживания в поликлиниках, внедряются новые методы диагностики. Скорая помощь стала работать эффективнее, добавил он. Пока не всё хорошо, но они видят какие перемены. Я вот сказал, сосудистый центр, скорая помощь. То есть, то, что люди отмечают, я считаю, то есть значимо. Наши цифры, сухие миллионы, они неинтересны людям. Просто мы действительно все устали, мы хотим новые больницы, мы хотим работать в нормальных условиях. Пациенты хотят лежать, прошу прощения, в чистых палатах, одна-двух местных. Поэтому мы действительно устали все от этого ожидания и просто мечтаем об этих новых больницах. То есть мы уже созрели и хотим. Последние годы были непростыми для всех работников этой сферы. Кроме своей ежедневной работы по спасению жизни людей, врачам и медицинским работникам пришлось адаптироваться к новой для них российской нормативно-правовой базе. Севастопольское здравоохранение семимильными шагами догоняло уровень российской медицины. Именно благодаря усердному труду это удалось сделать, считает депутат законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова. Вопросов, конечно, очень много. Это и льготное лекарственное обеспечение, это и состояние капитальных объектов здравоохранения, это перспективы строительства новых капитальных объектов, это ремонты, это организация вообще системы здравоохранения. Но говорить о том, что ничего не сделано, нельзя. Есть прогресс, есть положительная динамика, как говорят доктора. Ежедневно в нашем городе во всех медицинских учреждениях Севастополя ведется тяжелая работа. В этот день слова благодарности звучали в адрес всех, кто так или иначе связан с заботой о здоровье людей. Абсолютное большинство работников Севастопольской медицины, а это более 6300 человек, всех вместе и врачей, и медицинских сестер, и младшего медперсонала, это люди, которые пришли в профессию не за деньгами. Пришли, исходя из интересов служения другим людям. И я в это верю. От душевного состояния пациента, если он спокоен, весел, у него на душе все спокойно, во многом зависит его выздоровление. А многие из вас как раз и способны дарить такой вот душевный покой, даже в тех сложных обстоятельствах, когда к вам поступают пациенты. Сотрудников здравоохранения наградили грамотами и благодарностями губернатора и законодательного собрания Севастополя.